Здравствуйте, мои дорогие и любимые зрители! Не сижу дома, опять и мчусь в интересное место. Вы видели мои занятия по ушу, гимнастика, а сегодня я мчусь в арт-музей, где на очень интересную выставку, на прекрасную выставку. Мультимедиа-арт-музей огромный, он расположен на Остоженке. Мы поднимаемся на второй этаж. Второй этаж. Арт-музей представляет выставку «Мода и стиль фотографий» в 2019 из коллекции Шу Иконс. 20-е и начало 30-х вошли в историю как сумасшедшие, безумные, ревущие и процветающие. Отправившись от ужасов Первой мировой войны и экономических кризисов 1919-1920-х годов, мир стремился вернуться к нормальности, к радостям жизни вместо страданий, к танцам вместо слез и многообразию цвета вместо хаки. Первая мировая война оставила глубокие шрамы в психике поколений, прошедшего страшную бойню, впервые ставшего жертвой оружия массового поражения, научившегося убивать раньше, чем жить. Тем отчаяннее эти люди стремились воспользоваться благами мирного времени и периода экономического благополучия. Многие интеллектуалы этих лет, описывая состояние общества, пишут о чувственном разгуле, революции нравов и расточительном прожигании жизни, охватившем все классы. Главенствующий стиль этих лет, ар-деко, по образному выражению Скотта Фитт-Жеральда, был сформирован всей нервной энергии, накопленной растраченной войне. Зародившийся в начале 20 века, он окончательно оформился к середине 20-х. На Парижской международной выставке современных декоративных искусств и ремесел 1925 года он доминировал в дизайне одежды, тканей, ювелирном искусстве, дизайне интерьеров, предметов быта и мебели. Ар-деко считается последним большим стилем, получившим распространение почти во всех странах и охватившим все сферы дизайна. Своей отличительной чертой, почерпнутой геометричностью, он обязан породивши его новой цивилизацией, в центре которой стояли техника, инженерное искусство, массовое зрелище, спорт. Круги, треугольники, многограники, острые зигзагообразные линии, стилизонные солнечные лучи, пучки света, прожекторов, выложенные стразами, геометрически выверенные растительные узоры, яркие цвета искусственных бриллиантов – все это узнаваемые характеристики стиля, которые можно увидеть и в платьях, и в декоре каблуков того времени. Мода 1920-х годов учитывает требования массового потребителя. Используется минимум тканей. Силуэт приводится к стилистически самому простому покрою – трубчатому. Именно такой покрой был доступен для масс, не требовал множества примерок и временных затрат на изготовление. Огромное влияние на дизайн одежды и обуви тех лет оказала новая танцевальная культура, окончательно вытеснившая викторианские традиции этикета более раскованными отношениями. Один за другим из Америки в Европу пришли фокстрот, ритм энд блюз, черлстон, шимми, блэкботтон. Энергичное телодвижение потребовали усовершенствования колодки и повышения надежности обуви. В середине 20-х годов мыс округляется, каблук становится ниже и устойчивее. Центральным женским образом в моде становится инфантильная девочка-подросток с короткой стрижкой. Яркие цвета – серебряная золотая кожа, стеклярус, бисер, стразы и металлизированная окружающая, отражающая свет ткань ламе, а также длинные нити бус или жемчуга на шее придавали дополнительную эффективность выкрутасам, которые юные модницы демонстрировали на танцевальных площадках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Революционные изменения в социальном положении женщин, возможность более свободно демонстрировать свою сексуальность, отчасти тоже следствие Первой мировой войны, всеобщая мобилизация мужчин потребовала привлечения женщин на освободившиеся рабочие места. Свобода, за которую боролись поколения феминисток и суфражисток, была невольно вручена им силой, страшной необходимости. Эмансипированная женщина 20-х активно осваивает новые социальные роли, сама себя обеспечивает, не зависит от мужчины, водит машину, придаёт с удовольствием, не считаясь условностями старших поколений. В соответствии с духом времени, подол дамского платья постепенно укорачивается и к середине 20-х поднялся почти до уровня колен. При такой длине платья ноги постоянно оставались на виду, что способствовало повышению интереса к дизайну обуви. Стали быстрее сменяться модные обувные фасоны. Появилось большое разнообразие моделей, широкий выбор материалов и расцветок, декоративные изыски. Ушла мода на викторианские ботинки, которые более полувека были основной женской обувью на все случаи жизни. Теперь журналы и каталоги предлагают женщинам полуботинки и закрытые туфли на шнуровке с ремешками или эластичными вставками. На улице начинают носить туфли-лодочки, которые раньше считались уместными лишь помещением. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok